Здравствуйте, уважаемые садоводы, цветоводы и огородники! Наушно-производственное объединение Сады России предлагает вашему вниманию очередной выпуск программы «Календарь садовода». И сегодня мы поговорим о выращивании на приусадебном участке хвойных культур. Хвойные культуры – это особое очарование участка. К тому же большинство хвойных культур – это исключительно фитонцидные растения. И если летом на вашем участке растет елка, растет сосна, то на таком участке, конечно же, воздух будет такой же, как в лесу. Но иногда бывает так, мы высаживаем на приусадебном участке маленькую елочку. Через 15-20 лет эта елочка превращается в огромную проблему, потому что притеняет весь участок. Бывает так, мы высаживаем еще более маленькую сосеночку. Эта сосеночка через 20 лет вырастает такой, что притеняет не только ваш участок, но и участок ваших соседей. Ну а елочку, сосеночку на участке-то вырастить мы хотим. Конечно, на приусадебном участке можно посадить ту же горную сосну. Генетически это карликовое растение. Но можно карликовое растение получить и из обыкновенной ели, из обыкновенного кедра, из обыкновенной сосны. Для этого на этих растениях необходимо провести формировку. Причем формировку провести в начале лета и провести ее на так называемых свечках. Вот когда у сосны только пробуждается почка и начинает расти побег, на нем иголочки очень маленькие, и они как бы прижаты к этому побегу. И такой побег называется свечкой. Вот если эту свечку до того, как иголочки на ней начали раскрываться, мы вот таким вот образом обламываем примерно на половину длины, на одну треть длины, то, проводя эту операцию несколько лет подряд, в конечном итоге мы получим карликовое растение. К тому же крона у этого карликового растения будет гораздо более густая. Таким образом, вот на эту операцию-то уходит всего там в год, ну 20, ну 30 минут на дерево. Но посмотрите, какая прекрасная сосна рядом со мной. Вы не поверите, этой сосне уже больше 20 лет. Итак, вот если вы хотите иметь на своем участке хвойное растение, но боитесь, что это хвойное растение с годами станет очень крупным, проводите на этом растении вот такую вот операцию, летнюю формировку. Смотрите программу «Календарь садовода», заказывайте посадочный материал в МПО «Сады России», и сад принесет вам невероятное удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok